добрый вечер я надеюсь детей у экранов нет потому что мы сейчас будем обсуждать ну как обсуждать вспоминать некоторую такую милую чушь которая сама по себе безобидная конечно но очень много всяких голых коленок и прочих частей тела вот у фильма барбарелла роже вадима у него почему-то даже не работает страничка в кинопоиске что странно не встречал раньше такого никогда вот поэтому пользуемся википедии для какой-то сопутствующей информации вот фильм назван научно да тут на самом деле такая чушь написано что даже википедии пользоваться невозможно фильм назван научно фантастическим он фантастический я с этим соглашусь но вот в частности нам например течение всех титров показывают голую джейн фонду совсем голую это фантастика я согласен причем здесь наука никакой науки здесь нет ну и вообще тут много интересного пишут историческое значение признание там классика кино 20 века тут какие-то эти самые такие слова типа футуристическая мораль там все такое киноэксперимент и так далее и тому подобное в общем что то такое распутная версия дороти гейл в эротической стране ос и всякое прочее хреновина на самом деле знаете как это все называлось в ссср это называлось телеспектакль то есть вот какой-нибудь но не знаю помните там вот где горченко с боярским танцуют да вот в таких париках но он волка изображает она козу да то есть волка семеро козлят или как называл а вот из этой серии да и ну или там что угодно в общем короче по качеству картинки какие-нибудь отроки во вселенной я уж не говорю про какого-нибудь флеша гордона делают фильм барбарелла не считая джейн фонды вот ее прекрасных округлости делают фильм барбарелла как бог черепаху просто это вот оно и есть на самом деле абсолютно с точки зрения вот качество я не знаю затраченных каких-то ресурсов знаете даже фильм star crash с каролайн монро тоже очень красивой женщиной вот он делает фильм барбарелла да и кстати каролайн монро там ну я бы сказал посильнее будет джейн фонда тут все пишут какая джейн фонда такая джейн фонда крутая там все дела какая она там голы вот какой тут офигенно сняли там все такое в общем короче тут чуть не лучше ее эротическое как эротическое воплощение джейн фонды ну честно говоря я даже не знаю потому что она конечно тут голая и все такое но при всей вот этой своей обнаженности она какая-то эротически не очень тут интересно она так походит так похоже на девочку девочку да ну это просто не серьезно то есть как-то в качестве сексуального объекта даже не получается воспринимать да просто так такой чисто прикол да ой какой хороший буду арчик в космическом корабле извините я не буду описывать сюжет сюжет представляет собой чудовищную чушь и бред но он собственно здесь не важно тут важно естественно там уже в реценте всех всякого по написали атмосферы 60-х по пар тенди ворхолк вот там одна консервная банка на красном фоне другая на зеленом это искусство опять же футуристическая мораль какая-то новая сексуальная свобода вся херня вот это чушь собачьи короче кино она строится на простой схеме значит сначала надо джейн фонду в какую-нибудь прикольную шмотку одеть такую чтобы ножки было видно там все а вот а потом ее надо каким-то таким хитрым способом эротическим ее раздеть из этой прикольной шмотки ну шмотку порвать до чтобы и надо было деть новую шмотку да такую же да но обычно в этом участвуют какие-то мужики вот тут вот уго таньяц и волосатый вот прикол в том что он весь в меха как он эти меха снимает такая же была такая волосатая грудь а вот и вот так вот весь фильм общем участвуют достаточно известные люди снимавшиеся у хороших режиссер вот и так далее и тому подобное и собственно у всех одна задача то есть переодеть вот таким образом джейн фонду ну показав там ее во всяческих эротических видах вот весь фильм вот не он конечно забавный вот но это даже не фильм это нельзя воспринимать как какое-то законченное такое произведение да это такое нечто среднее между детским утренником и кислотной вечеринки вечеринкой в студии 54 да вот вот под рок-н-ролльный саундтрек тут еще естественно по карабана притащили да то есть он их все ходил естественно надо запихать как можно больше каких-нибудь обнаженных и полу обнаженных женщин там в кадр и так далее и тому подобное вот то есть вот такие вот какие-то вещи да ну как я думаю люди которые как бы ночных клубах тусуются вот они все это видит это вот считается момент лучший момент актерский для джейн фонда где показали ее оргазм тут с помощью электрического удовлетворителя да по мне такого все-таки если если вы хотите посмотреть все-таки на актрису джейн фонду да они на вот это вот даже не знаю как это называется вот но посмотрите фильм погоня да вот с мароном баранду отличная она там очень хорошая да там три шага в бреду вот хищники уже с вами или они там соленом дэлоном там ну и так далее она она же хорошая актриса и много где играла в хорошем кино а вот но барбар но это такое это чисто прикол это такой такой не слегка эротический но по сегодняшней меркам совсем слегка эротический такой видеоклип можно сказать вот она эту машинку сломал да вот ну и в конце концов тут самое забавное что джейн фонда который все распиарили но она не самая лучшая это в этом смысле в кино смысле вот какой-то в женской привлекательности по мне так вот анита паленберг великолепная жена кита ричардс и который мы собственно обязаны композиций симпатия к дьяволу до повернутую на оккультизме и все вот она здесь смысле вот чисто внешним выглядит гораздо лучше но по крайней мере гораздо серьезнее да то есть она тут как-то на женщину больше похоже потому что тут блин это караул какой-то я говорю тут этот самый ваш гордон на этом фоне кажется шедевром но вот анит паленберг тут выглядит гораздо более как какой-то если уж зашла речь о каких-то сексуальных объектах вот ну короче берем передачу утренняя почта или там программу будильник да с их неповторимым монтажом кто советское телевидение видел то тот помню до впихиваем туда двух полуголых девок да ну и вот вот запускаем все это под какой-то такой вот бодренький даже не рок-н-ролльчик еще такие более-менее такие гитарные ритмы у нас получается а ну еще приводим с собой пакарабана или славу зайцева если нет пока пакарабан вот под рукой вот у нас получается фильм барбары вот как это можно вообще принципе попытаться даже назвать научной фантастикой я честно говоря не знаю ну я посмотрел ну потому что как бы здесь много таких чисто киношных моментов прикольных до которые которые вызывают улыбку вот но не более того да то есть как кино это абсолютно ни о чем какой буду арчик на космическом корабле прекрасный все-таки у джейн фонда вот в общем я не знаю смотреть это не смотреть это ну так чисто по приколу можно чтобы там я не знаю быть в курсе там в честь чего была названа группа дюран дюран да там так далее и тому подобное вот ну разве что в этом смысле вот ну на голову джейн фонда я думаю можно не только в этом фильме посмотреть еще где-нибудь вот ну спецэффекты говорю просто потрясают воображение такое впечатление что их делали там в каком-то че просто чане с водой куда или с ким киселем куда добавляли там по необходимости всяческие красители вот и все спецэффект вот в общем вот так вот я не знаю ну роже вадим тут конечно чисто простебался правда он всегда отличался тем что он бы снимал фильмы исключительно про баб причем про своих вот но в данном случае он действительно это чисто это чисто визуальный прикол вот ну и понятно это все как бы стало дико модно там в клубешниках все косплеили барбарелл по-моему до сих пор даже косплее там так далее и тому подобное вот как раз вот эти вот все кислотные вечеринки студии 54 так далее и тому подобное вот это все здесь и как раз есть вот а как кино это конечно это конечно просто полный караул ну в общем не знаю если хотите так поулыбаться ну можно можно глянуть вот а так конечно не стоит тратить время ну потому что никакого сюжета не истории не не драматурги не развитие персонажей каких-нибудь здесь вы здесь не увидите а вот ну вот да две красивые женщины джейн фонда и анита баленберг вот так что если решитесь приятного вам просмотра вот но это не обязательно вот всем добра